Вкусный, быстрый, горячий. Бизнес-ланч с доставкой из ресторана Прайм. Прием заказов с понедельника по пятницу с 11 до 15 по телефону 59911. Меню доступно на сайте primesarov.ru В эфире служба новостей Саров-24. В студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Ни одного заражения за сутки. Как развивается ситуация с коронавирусом в Сарове? Усыпить нельзя содержать. Стая бездомных собак терроризирует жителей нового района. Сюрпризы детям. Сотрудники ГИБДД провели акции на дорогах города. Далее расскажем обо всем подробно. Общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. По мнению главы государства, эта дата наиболее подходящая для голосования. С юридической точки зрения, эта дата является безупречной, если сегодня объявить о том, что голосование пройдет именно в этот день. 30 суток. Это даст возможность людям еще раз вернуться ко всем поправкам, которые предлагаются, и определить свое отношение к сделанным предложениям. Первое. И второе. На фоне меняющейся ситуации и улучшающейся ситуации с коронавирусной инфекцией в борьбе с эпидемией, нам все-таки есть возможность в течение следующих 30 дней, целый месяц еще, предпринять дополнительные шаги для улучшения ситуации. Глава государства призвал россиян принять в голосовании активное участие. Он напомнил, что основной закон определяет основы жизни нашей страны, нашей жизни и наших детей. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что этот день сделают выходным. Итальянские медики, изучающие образцы зараженных COVID-19, заявили о снижении вирусной нагрузки. Как заявил главный врач Миланской больницы Сан-Рафаэлли Альберто Зангрильо, за последние 10 дней в анализах пациентов, у которых диагностирован COVID-19, наблюдается уменьшение количества копий вируса. Медик подчеркнул, что количественная нагрузка на сегодня бесконечно мала, если сравнивать результаты с анализами, проведенными 1-2 месяца назад. Основываясь на результатах этих исследований, врач выразил сомнения в возможности повторной вспышки инфекций. ВОЗ опровергли информацию о снижении активности коронавируса по сравнению с мартом этого года и заявили, что исследований итальянцев к ним пока не поступали. В Роспотребнадзоре по-прежнему не исключают очередной волны коронавируса. По мнению главы ведомства Анны Поповой, она может случиться осенью и совпасть по времени с сезонной эпидемией гриппа. В России число вылечившихся от новой коронавирусной инфекции за сутки превысило количество новых выявленных случаев заболевания. 2 июня зафиксировано 8 863 случая. При этом число выздоровевших увеличилось на 11 108 человек. Продолжается работа над созданием вакцины от коронавируса. Минобороны России отобрало добровольцев для проведения клинических испытаний уникальные отечественные вакцины от коронавируса. Речь идет о 50 военнослужащих, среди которых есть 5 женщин. Испытания начнутся 3 июня. В Нижегородской области новый антирекорд по коронавирусу. За сутки в регионе зафиксировано 7 летальных случаев и 354 новых заражения. Это худший показатель по приросту новых случаев. Кроме того, стало известно о смерти от коронавируса монахинь Диевеевского монастыря. Нижегородская епархия точное количество гибели сестер не называет и продолжает молчать. Поднимать эту тему епархия считает неэтичным. И неизвестно, что тут сыграло роль – возраст или коронавирус. Сообщил пресс-секретарь Нижегородской митрополии Алексей Пестрецов. Между тем, источник коммерсанта рассказал, что в мае скончались 5 монахинь из примерно 90 заболевших. Им было от 50 до 95 лет. Всего в Нижегородской области, по данным, на 2 июня зафиксировано более 10 тысяч случаев заражения. Почти 4 тысячи выздоровели. 111 нижегородцев скончались. В Сарове новых случаев заражения коронавирусом за сутки не зафиксировано. При этом выздоровел за день еще один больной. Среди оставшихся больных есть и беременные женщины, и маленькие дети. В клинической больнице номер 50 лежат 8 больных COVID-19. В Привозском окружном медицинском центре по-прежнему находится один саровчанин. 95 человек, контактировавших с зараженными, сидят дома на карантине. Как сообщает пресс-служба администрации города, большинство последних случаев заражения коронавирусной инфекцией вызвано посещениями саровчан окрестных населенных пунктов. Поэтому горожанам рекомендовано воздержаться от этой практики. Кроме того, в ближайшее время будет разработан регламент, на основании которого работодатели будут представлять справки об отрицательных тестах на заболевания для ввозимых работников. Напомним, что ранее в целях профилактики завоза инфекции было введено ужесточение выдачи разовых и временных пропусков. Стая бездомных собак терроризирует район Намузруково и Казамазово. Животные лают на проходящих людей, кидаются на тех, кто выгуливает своих питомцев и раздирают насмерть бродячих кошек. С просьбой разобраться в ситуации в нашу рубрику «Городской дозор» обратились обеспокоенные жители этого района. Мария Романцова уже несколько лет подбирает с улиц бездомных кошек и котят, выхаживает их и старается найти им хозяев. Но пристроить всех, особенно взрослых особей, невозможно. И кошек, уже привыкших жить на улице, после стерилизации девушка выпускает обратно. Кто-то из тех, кого Мария раньше спасла, погиб, став жертвой стая бездомных собак. Эта стая на днях шугала кошек, загнала на дерево, и вот эта женщина пыталась их отогнать, и они ее облавили, то есть проявили агрессию. Дерут кошек, забегают в подвал и душат котят. Просто убивают, не знаю, инстинкт ради удовольствия. Они их не едят, потому что недавно подвал был открыт, туда заходили, и там были трупики разодранных котят. Собаки приходят со стороны леса, чаще всего бегают в траве за домами или лежат на детской площадке. На них вызывали отлов, но застать собак не удалось. Во время съемок сюжета их тоже не было. В ДГХ нам пояснили, что выезжали отлавливать эту стаю несколько раз. Неоднократно, ежемесячно выезжала организация по данному адресу. В мае конкретно, вот за последний месяц, четыре раза они выезжали. Обследовали территорию проспекта Музруково-Казамазово. Выезжают в рабочее время, как правило, после обеда. В основном они выезжают где-то с часа 30 до 3. В это время ни одной собаке обнаружить не удалось. В дальнейшем территории на контроле будут выезжать еженедельно. Если собак отловят, их перевезут в приемник для животных, где их осмотрит ветеринар. При наличии показаний их усыпят. В противном случае будут искать новых хозяев после прохождения карантина. Или выпустят в прежнее место. В прошлом году отловили более 250 животных на улицах. Это и собаки, и кошки. В этом году сам отлов и содержание в приемнике финансируют, исходя из подписаний правительства Нижегородской области. Но стоимость этих процедур выше расценок, установленных в контракте. Никакие организации не предъявляют интереса к этой закупке. И еще выдвинуто новое требование по законодательству Нижегородской области, что организации, которые занимаются этим видом деятельности, должны обязательно обладать фармацевтической лицензией. Потому что они работают с препаратами биологическими, связанными с умертвелением животных, с отловом животных и так далее. Этим критериям соответствует государственное учреждение ВЕДСлужба. В мае с ними заключили договор. По суп подряду они работали с работниками дорожно-эксплуатационного предприятия, но отловить никого не сумели. То ли собаки уже знают действительно этих работников, которые занимаются отловом, то ли препараты так срабатывают. Пока существуют проблемы с отловом. Кроме того, сейчас мы размещали аукционную закупку уже на последующие периоды, до конца года, с целью организации отлова и содержания в приемнике. Никакая организация пока не заявляется. Также новый закон о гуманном обращении с животными прописывает жесткие требования к приютам. Саровский приемник этим критериям не соответствует. Сейчас ДГХ совместно с КУМИ рассматривают вопрос о передаче приемника в ведении государственной ветеринарной службы. Мы планируем дальше заключать контракты с государственным бюджетным учреждением. Сегодня существует возможность заключения с ними прямых контрактов. Это государственные бюджетные учреждения. Соответственно, они будут просто использовать данное имущество для цели осуществления своей деятельности. Сейчас в приемнике живут и животные, которых принесли из дома. Их пребывание там из областного бюджета не финансируется. Пропитание и лечение таких собак и кошек ложится на плечи волонтеров. В случае передачи приемника в ветеринарной службе добровольцам придется договариваться с его новыми владельцами. Канал 16 будет следить за развитием событий. Семьи с детьми начали получать обещанные президентские выплаты на детей от 3 до 15 лет. По 10 тысяч на каждого ребенка уже получили часть из тех, кто подавал заявление в мае. Выплата единоразовая. К доходам семьи и каким-то еще критериям она не привязана. Подать заявление надо на портале Госуслуг до 1 октября. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В органах ЗАГС закончились коронавирусные каникулы. С 1 июня саровчанам снова можно жениться и разводиться. Граждан принимают строго по предварительной записи. Оставить заявку можно по телефону 5 59 29. При себе обязательно иметь маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию. В Нижегородской области стартует большой образовательный проект «Лето 2020». Это отличная возможность для ребят не только отдохнуть, но и набраться знаний. Заявки и конкурс на работы от участников будут принимать до 28 августа. Более подробную информацию о проекте «Лето 2020». Конкретных направлениях и образовательных блоках, которые доступны для ребят, можно узнать в официальной группе ВКонтакте. Чемпионат России по футболу возобновится на два дня раньше запланированного. Новую дату на днях озвучил председатель правительства Дмитрий Чернышенко. По его словам, футболисты вернутся на поле не 21 июня, а уже 19. Зрителям разрешат присутствовать на стадионах, но на трибуны должно быть занято не больше 10% мест. Напомним, игры российской премьер-лиги приостановили из-за угрозы распространения коронавируса 17 марта. Почти 5000 ДТП с детьми произошло в этом году. Более 100 несовершеннолетних погибли на дорогах. Это общероссийская статистика. В Сарове за этот период было 4 аварии с детьми. К счастью, все без жертв. С наступлением лета число происшествий с участием юных участников движения традиционно увеличивается. Дети садятся на велосипеды и самокаты, выезжают на проезжую часть. Нередко малыши играют на дорогах во дворах. Об этом должны помнить водители и быть особенно осторожными. Потому что безопасность детей зависит в первую очередь от взрослых. В профилактике дорожного травматизма важно, чтобы родители соблюдали правила сами и регулярно рассказывали их маленьким пешеходам и пассажирам. Чтобы в очередной раз обратить внимание на проблемы детского травматизма на дорогах, сотрудники ГИБДД провели акцию «Сохраним жизнь вместе». В ее рамках инспекторы вручили ребятам световозвращающие наклейки, календарики и воздушные шары. Акция «Сохраним жизнь вместе» традиционно проводится в Международный день защиты детей. В связи с наступлением летних каникул мы призываем детей, родителей, водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения, так как именно в этот период увеличивается число ДТП, в которых пострадали дети. Саровченко стала лауреатом международного конкурса «Мьюзик Микс». Он проходил в мае в Санкт-Петербурге в дистанционном формате. Свои произведения на творческое состязание отправили исполнители со всех уголков России и ближнего зарубежья. Подробности далее. Наташа Баканова растет в музыкальной семье. Мама занимается хоровым пением, старшая сестра – вокалом. Поэтому выбор для девочки был очевиден. Академическим вокалом в ДШИ Наташа занимается второй год. Я еще в садике пела на каждом утреннике и рассказывала стихотворение. Мне понравилось петь, потому что я сама захотела петь, и родители согласились, так как почти вся семья у нас занимается пением. Мне нравится эстрадная, но в академическом пении надо больше прикладывать усилие и больше показывать голос. За два года девочка успела поучаствовать во многих всероссийских и международных состязаниях. На конкурс «Мьюзик Микс» третиклассница отправила видео с исполнением чешской народной песни «Мне моя матушка говорила». Это была шуточная песня, в которой мама запрещала своей дочке общаться с незнакомыми людьми, а ей понравился парень, и она начала с ним встречаться. И в ней как бы поется то, что вот мне мама моя говорила, а я наоборот сделала. Кроме вокального мастерства, участники также демонстрировали свои теоретические знания. Одним из этапов конкурса стало написание текстов по музыкальной литературе и сольфеджио. От них шли баллы и от пения, поэтому это был достаточно необычный конкурс. Несколько раз перезаписывали, несколько раз меняли фон и пытались сделать идеальное видео, чтобы отправить его на конкурс, и мы старались просто поучаствовать, даже не думали, что займем какое-то место. По результатам международного конкурса «Мьюзик Микс» Наташа Баканова стала лауреатом второй степени. Благодарственными письмами наградили педагогов юного дарования Дарья Кварта и Ирину Ракову, а также концертмейстера Ольгу Рыжову. Дарья Козина, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24. Летнее чтение в интернете. Библиотека имени Пушкина подготовила виртуальные платформы для детей, чтобы помочь им со школьной программой по литературе. В условиях, когда библиотеки закрыты, книга в электронном формате – это единственная возможность подготовиться к новому учебному году. Летние сезоны игры «Посиделок» и мастер-классы в библиотеке имени Пушкина открыты. В этом году проходить он будет в дистанционном формате. Для юных читателей библиотекари подготовили массу интересных программ. Одной из таких станет летнее чтение в интернете. Понимая прекрасно, что дети летом у нас читают книги и по школьной программе, и читают просто для своего собственного удовольствия, а пока, к сожалению, такой возможности мы предоставить не можем, мы решили, что наша помощь читателям, родителям и педагогам будет заключаться вот в чем. В ближайшее время на сайте нашей библиотеки появится раздел, в котором будет собрана информация о тех книгах, которые присутствуют в школьных списках для летнего чтения. Сотрудники библиотеки подобрали для юных читателей специальные сайты, на которых ребята смогут почитать, послушать аудиозаписи произведений и посмотреть иллюстрации. Кроме того, мы планируем, что в этом же разделе мы расскажем нашим читателям о различных электронных библиотеках, например, вот о такой библиотеке, как Национальная электронная детская библиотека. И если, например, зарегистрироваться на сайте этой библиотеки, то можно получить доступ ко всем ресурсам Российской государственной детской библиотеки. Это очень большой ресурс. Летнее чтение в интернете стартует в начале июня. Более подробную информацию можно посмотреть на сайте библиотеки имени Пушкина или ВКонтакте Пушкин Косаров. Ирина Вашегородцева, Евгений Шевцов, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски. Авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей.